мы в прошлый раз с вами познакомились с тем, как вычисляются магнитные моменты в оболочной модели ну и увидим, что некоторое качественное согласие есть но количественное согласие не очень хорошее ну и причина, в общем-то, понятна, потому что есть поляризация кора нуклон, который крутится поверх заполненного кора естественно из-за спин-спинового взаимодействия, если вы выстроили с спиной нуклона то спины нуклона в коре тоже подстраиваются под него и поэтому это влияет на магнитный момент, естественно нуклона потому что тогда появляется сквозь магнитный момент от кора этот эффект поляризации он в этом смысле понятен сегодня мы обсудим ситуацию с квадрупольными моментами и тут ситуация гораздо более интересная оказывается и довольно хитрая значит квадрупольный момент он определяется как следующим образом значит квадрупольный момент по соглашению это есть среднее значение по состоянию полной проекции равной максимальной ну а величины r2 3 cos2 это 3 cos1 ну и я написал уже выражение когда у вас просто один нуклон дает вклад а кор считается сферическим просто есть там один нуклон на пустом уровне не заполнено а все остальное заполнено и естественно оно будет сферическим как казалось бы так ну вот теперь надо все считать вот это среднее значение хотя бы до одного нуклода ну так всегда в таких случаях надо считать не не само вот эту нуклончину а просто тензор вот это среднее значение это n и k которое есть среднее значение от я не скажу так r квадрат а тут среднее будет по угловлению в состоянии в состоянии 3 n и mk минус дента 3k да ну и как всегда давайте здесь напишем m а здесь m штрих m и здесь m штрих угловые угловые переменные поставим сюда а по g у нас среднее значение а по m мы считаем различный маточный элемент ну в таком виде мы опять же можем использовать векторную модель что поскольку у нас диагональный по g элемент то умножение на g вам не будет менять момента полного а будет менять только проекции и мы можем просуммировать там маточные элементы момента по проекциям просто перемножить их и написать что да в духе векторной модели мы должны писать эта лична равна а а здесь стоит некоторая а здесь стоит m ну а тут стоит центр составленный из моментов g i g k плюс g k g i поэтому он должен быть синетричным и минус две третих дельта пинька на g квадрат квадрат конечно м да бесследовый тенсор с симметричным бесследовым тенсором построен без момента ну это ну а мы можем определить если мы сейчас умножим слева и справа нажить так консульмируем по проекте тогда я дальше не буду писать просто в проекте явно а посмотрим что будет у нас здесь значит здесь у нас получится выражение такое r квадрат в левой части а здесь будет стоять среднее уже вот 3 g умножить на n минус здесь я просто написал уже написал уже ж квадрат сразу ж на g умножить на n g умножить на n умножить на n это равно просто n умножить на n поскольку n и n автогональны Ну а Sn в квадрате равно просто одной четвёртой на единичную матрицу, одной четвёртой на единичную матрицу. Поэтому тут стоит такое выражение. Значит, это будет равно r квадрат 4, а тут стоит 3 минус 4g квадрат минус 4g. Так, ну этот квадрат микровочлен разлагается на множители элементарно. И получается следующее, это и есть f квадрата на 4. А здесь будет стоять знак минуса по первому поиску. Здесь будет стоять 2g минус 1 умножить на 2g плюс 3, да? Вот такой получилась левая часть, среднее значение. Ну, я обращаю ваше внимание, что g равного 1,2 у вас получается ноль сразу. То есть ядро со спином 1,2 в квадрат полного момента среднего значения иметь не может. Ну это естественно, это просто следует из правил отбора, потому что квадрат полный момент несёт момент двойку. А если здесь 1,2 и здесь 1,2, то двойку вы никак не сложите. Усложение момента вам правила отбора такое запрещают, если такие средние. Так, ну это левая часть. Так, вот теперь правая часть. В правой части у вас стоит следующее выражение. Значит, в правой части у вас стоит а, а здесь стоит средняя от g в 4, g квадрат все в квадрате. Дальше. Плюс g i, g k, g i, g k. Я только умножаю справа на i слева. Ну и минус 2 третьих. Снова g квадрат в квадрате. Вот такое среднее значение. Значит, тут единица минус 2 третьих. Остаётся 1 третьих. А теперь вот это надо расписать. Ну это мы расписать можем очень просто. Ну давайте переставим вот эти два между собой. Тогда мы получим. g i, g k, g i, g k равно g в квадрате. Значит, мы переставили вот эти два. Получилось g i в квадрате, g k в квадрате. Так, дальше. И мы должны добавить коммутатор. Плюс g i, коммутатор, g k, g i на g k. На g k. На счёт коммутатор здесь, здесь и епсилон, если направляемся, g квадрат все в квадрате. Плюс i, епсилон, k i, r. Дальше здесь стоит g i, да, я надо порядок соблюдать. g l в квадрате. g в квадрате. g в квадрате. g в квадрате. Значит, смотрите. Вот i и l, i и l, вот стоят. Это есть g на g векторное произведение. Если вы помните, из квадратой механики, то есть такое звездное, что g векторное на g равняется i на g. Прямо следует из коммутатора. Прямо следует из коммутатора. Ну и тогда тут получается минус g в квадрате. Поэтому просто я напишу, что это выражение равно... Значит, тут была одна треть, ещё одно g в квадрате, стало четыре третьих. А здесь было четыре третьих. g в квадрате. Всё в квадрате. Так. И ещё минус g в квадрате. Минус g в квадрате. Значит, это g на g в квадрате. Здесь g на g в квадрате. Значит, g в квадрате выносим. Там остаётся снова то же самое выражение такого же типа. 4 g на g в квадрате минус 3. Прямо. Как-то такое уже выражение. Поэтому прямо можем написать сразу ответ. Что здесь будет... Это равно вот чему. Это будет равно а на 3. Здесь g на g плюс единица. Это мы одно вынесли. Одно вынесли. А здесь как раз стоит вот это выражение. 2g без единицы умножить на 2g плюс 3. Прямо то же самое выражение. Ну, теперь если приравнять одну к другому, то мы видим, что величина а у нас определяется через r квадрат среднее. И она равна минус 3 четверти. Здесь будет r квадрат среднее. И делитесь на g на g плюс 1. Вот этот самый g на g плюс 1. Это уже осталось. Эти все сократились. Эти все сократились. Ну вот. Теперь подставляем. Берём zz компоненту. zz компоненту. С максимальной проекцией. Тут будет g квадрат g квадрат. Минус 3 третьих. g на g плюс единица. Вот. И в ответе получаем. Вот другой момент. Q. Который в таблице есть. Он есть. Минус r квадрат среднее. А здесь будет стоять. 2. Пришли без единицы. Делить на 2. g плюс 2. Вот. 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 Делить на 2. Здесь половинка. g плюс единица стоит. Ну вот. Опять же. Видите. Появилось два g без единицы. Который говорит о том. Что для спины 1 на 2. Который в полный момент должен быть равен. Так. Я обращаю ваше внимание, что он получился отрицательный. Всегда. Всегда отрицательный в полный момент. Но отрицательность его понять довольно просто. Потому что смотрите. Если у вас имеется отдельный уклон. И вы берете орбиту с максимальной проекцией момента. В какой плоскости будет лежать эта орбита? По отношению к оси-заду. Если момент. Если проекция максимальная. С максимальной проекцией. Где сосредоточена орбита? Ну если вспомнить. Что функция y r r r. Которая синус тетов стекне. То где она отличная от нуля? Да. Она в плоскости xy будет. Та пик в половину должна быть. Тогда функция максимальная. Ну это естественно. Потому что если частица у вас в максимальный момент. Имеет проекцию. То она будет двигаться в плоскости трепендикулярной си-заду. Тогда будет максимальная проекция. Момент будет направлен под си-заду. Значит плоскости xy это означает по отношению к оси-заду орбита сплюснута. Если орбита сплюснута. Косинус тетов равен нулю. То у вас получается минус r квадрат. Ну и действительно если мы возьмем g. то мы устремим к бесконечности. Чтобы в классическом футболе получим. И прям получим минус r квадрат. Когда жизнь стремится к бесконечности. У нас получается минус r квадрат. Такой классический футбол. То есть мы получили что все частицы. Все ядра у которых имеется один нуклон сверхзаполненного уровня. Они должны иметь отрицательный подвупольный момент. Ну и давайте посмотрим. Что это на самом деле. Ну вот например. Да сейчас давайте мы включим. Посмотрим чтобы уровни было видно. Чтобы было видно уровни. Посмотрим на сферу уровня. Так вот тут нарисована схема уровня. Значит вот возьмем два футбола. Ведро меди. Купрум 63 и Купрум 65. Значит у него. Что у него. Нечертый протун находится на уровне. Два. Три вторых. Вот здесь. Вот эта оболочка заполнена. Вот здесь находится один протон. Ну и действительно. У него и спирт три вторых. И ядра. Ну и если посмотреть на кудопольные моменты. То действительно. Здесь значит. Минус. Минус. Ку. Равном. Минус. Моль. Шестнадцать. Багнах. А здесь. Ку. Равном. Минус. Ноль. Сколько? Пятнадцать. Чем они включаются. Эти ядра. Только дело что есть еще пара нейтронов. Добавлено. Здесь. Шестьдесят три. Четыре. Здесь. Шестьдесят пять. Получается на два нейтрона. А продукция едет на оболочке два по три вторых. Ну. Действительно. Красота. Ну. И что там. Ноль шестнадцать барном. Это если вы. Извучать. Там. А в степени. Р ноль квадратная. А в степени две третьих. Еще возьмете три пятых. Это будет. Близко. К тому что это. Р квадрат средняя. Близко к Р квадрат средней. То есть. Вроде бы ничего. Ну. Еще одно хорошее ядро. Это. Висмут двести девять. Это ядро следующее за свинцом. За свинцом. У свинца. Восемьдесят два протона. Знаешь. Вот. Протон у Висмута сидит на этом уровне. Аж девять вторых. Большой момент. у него пятерка. Ну и посмотрите Сном. Квадрупольный момент. Для другой. Квадрупольный момент тоже действительно интересненно. И равен минус ноль четыре. Батна. Минус ноль четыре. Ну и в общем вполне укладываются во все две трети. достаточно качественно укладывается ну, количественно, конечно, не совпадает но так вот качественно, да, по порядку величины действительно с 3,5 квадрата средний получается так, теперь, значит, мы в прошлый раз говорили про свойства Т-четных и Т-нечетных операторов что если мы теперь будем рассматривать ядро с одной вибкой то, поскольку квадрубольный момент является Т-четным оператором то тогда среднее значение квадрубольного момента у ядро с одной дыркой должно быть положительным должно быть положительным ну, вот пример такой есть например, изотоп любая изотопа калия значит, вот калий 39, у которого здесь 19 протонов и 20 литронов ну, на пару митронов у него, вот в этой оболочке калий, вот здесь кальций 20 значит, вот тут вот есть одна дырка на уровне D3 вторых по идее если да, D3 вторых должно быть дырка на ну, и действительно, квадрубольный момент у него здесь почти одинаковый 0,092 а здесь нет, тут 0,11 а здесь 0,092 0,092 ну, только тут если посмотреть посмотреть на абсолютную величину то, что вот эти величины они с 3,5 r квадрат они сильно повышают вот эту величину 3,5 r квадрат в которой есть r квадрат сильный для равномерного распределения вещества для равномерного распределения вещества то есть заметно больше ну, если еще например ну, другой пример VOR-11 VOR-11 если вы посмотрите у него вообще дырка вот тут P3 вторых P3 вторых одна ну, еще есть INDI-113 VOR-11 INDI-113 ну, дырка в G9 вторых вот здесь одна дырка почти незаполненная протонная ну, и тут получается все равно убор 0,05 что ну, совсем ну, уж ну, совсем уж никак тут 39, 60 тут 11 а в степень 2 третьих никак не укладывается здесь заметно больше ну, тут вообще 0,83 бар что тоже лучше смотрите вот тут виск 209 именно 4 минус а тут 113 частицы 0,83 заметно больше вот ситуация с квадропольными моментами типичная обычно вот такая ситуация всегда есть обычно величина квадропольных моментов превышает на самом деле систематически превышает то, что предсказывается вот этой оболочной модели но это еще ничего а если вы возьмете например серу 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 32 у нее по 16 протонов и по 16 нейтронов вот вот эти два уровня заполнены видите, вот эти два уровня заполнены 16 протонов и 16 нейтронов вот поэтому если вы возьмете серу 33 серу 33 то у серы 33 будет один лишний нейтрон вот здесь сидеть ну и серу 35 тут будет три нейтрона сидеть серу 35 нечетый нейтрон у частицы так у него полупольный момент вполне приличный ну и при этом значит вот если возьмем серу серу сколько там 33 и серу 35 то здесь будет минус 0.06 а здесь плюс 0.06 барм все барм барм все бы ничего но только вообще-то нечетной частицей является нейтроном у которого заряда нет поэтому электрический полупольный момент такого ядра по идее должен быть в оболочной модели просто равен нулю а он тем 0 а он не 0 вот ну и на самом деле если вы отойдете от замкнутых оболочек подальше когда у вас много в нуклонах незаполненной оболочки будет может не один где-то не один нуклон где-то здесь а вот несколько нуклонов достаточно то там вообще ситуация совершенно другая там квадрухольные моменты в десять сто раз превышают то что оболочная модель может предсказать то есть вообще качественно совершенно все не так но это наводит на мысль что на самом деле у вас вообще говорят может быть просто сам корт деформирован сам корт деформирован то есть не за счет внешних нуклонов а вообще просто весь корт все ведро является деформированным то есть нуклоны движутся в деформированном поле все все нуклоны все нуклоны движутся в деформированном поле но при этом я хотел отметить что тот факт что скажем если спин ядра равен нулю то среднее значение квадрухольного момента конечно равно нулю всегда но это вовсе не значит что форма ядра будет сферической потому что форма ядра и величина среднего значения квадрухольного момента они друг с другом вообще говоря не сильно прямо не связаны замнуление замнуление квадрухольного момента для спина равному нулю означает просто что все ориентации в пространстве равновероятны ну и поэтому каким бы квадрухольный момент ни был при усреднении вы получаете ноль просто из-за того что у вас все ориентации пространстве равновероятны но форма ядра при этом может быть вполне деформированной форма ядра может вполне быть деформированной ну спрашивается а как тогда установить форму ядра есть есть деформация или нет ну это как мы увидим дальше это сказывается на спектре возбуждения ядра потому что если ядро деформировано деформированное ядро может вращаться потому что для сферического ядра понятие вращения в общем-то не определено потому что есть сферическое а деформированное ядро у него ориентация пространства вполне может меняться чаще она может крутиться крутиться то есть у такого и данного спектра вращательного типа который зависит от же как же ну и вот такие спектры конечно мы про это будем еще говорить теперь а вообще почему ядро будет деформироваться ну картинка была предложена очень простая мы сейчас постараемся ее как-нибудь реализовать да ну вот здесь у вас сферическое вот 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 сферическое сферическое ведро просто можно считать что это И вот здесь у вас крутится ничем другим фон. Один и один. Если у него момент большой, то конечно он крутится на поверхности, близко к поверхности ядра. Ну а момент с ростом числа нахлоруб, действительно, момент растет, средний. Крутится вблизи поверхности. Ну и это означает, что у него на поверхности ядра он давит. Естественно, раз он крутится в большинстве момента вблизи поверхности, значит он давит на поверхность ядра. Ну и тогда, естественно, если он давит, то он может ведро деформировать. И дальше все зависит от того, уменьшается от этого энергия или не уменьшается. Если у вас в результате деформация, ну понятно, что в деформации мы видели, что есть поверхностная энергия. Поэтому любая деформация увеличивает поверхностную энергию. Это не выгодно для свинческого ядра. Но зато, если у вас тут этот наклон в результате такой деформации будет иметь меньшую энергию до орбита. Из-за того, что там больше перекрытия с веществом и притяжение эффективно и сильнее будет действовать. В основном это притяжение между частицами. И если это притяжение будет приводить к тому, что выигрыш энергии у такой орбиты в результате деформации будет больше, чем проигрыш за счет того, что вы хоть деформируете за счет поверхностной энергии, то тогда, естественно, будет деформация. Ну а если выклонов много, то этот эффект будет больше, и в конце концов действительно должна появиться деформация ядра. Ну это вот такие, как это, пальцевые соображения, откуда может взяться деформация. Ну тогда, да, ну вот это пальцевые соображения, давайте мы их как-нибудь немножко формализуем. формализуем, построим какую-нибудь модель, которая бы объясняла, ну простейшую модель, которая бы объясняла появление деформации. Значит, вот муклон движется в среднем поле. Муклон движется в среднем поле, который создается всеми частицами кора. Всеми частицами кора. Значит, давайте мы будем деформировать вот этот кор. Деформировать этот кор, ну нет этого, сделаем некоторые преобразования координат. D на R равняется R' Это R' Оно уже бесперическое будет, деформация. Деформация. Теперь смотрите. Мы должны деформировать ядро так, чтобы при этом сохранялся объем. Сохранялся объем. Вот. Теперь. Что произойдет с их потенциальными поверхностями при этом? Значит, вот в величественном ядре у вас их потенциальные поверхности тоже будут сферны. Если вы его деформируете, то тогда эти потенциали тоже деформируются и превратятся там в такие какие-то картинки. Но при этом, из-за того, что плотность ядра не изменилась, величина потенциала на этих поверхностях останется такой же, какой она была на сферическом ядре. У вас плотность не изменилась. Все осталось по-прежнему. Поэтому вот значение потенциала на этой потенциале и на этой будут одинаковы. Будут одинаковы. Ну и тогда мы можем написать, что потенциал вот в этой точке, ну пусть в этой точке координаты вот здесь отсчитывать, эта координата будет прям, например, координата R. То потенциал вот в этой точке, он отвечает потенциалу точки, полученной обратным преобразованием. То есть, в нашем случае это вот R' новые координаты, то он будет отвечать потенциалу полученному обратным преобразованием вот в эту точку. То есть, мы должны написать, что потенциал, деформированный наш, U' от R, это и есть потенциал U сферический от D-1 R. То есть, просто приравняли потенциал в соответствующих точках. Вот этот потенциал деформированный, а этот потенциал сферический. Вот этот новый потенциал мы построим из сферического. Теперь, дальше, что это за операция деформации? Ну, это мы уже с этим встречались. Для деформации мы знаем действие вот это. Вот это действие. Это сводится к тому, что у вас возникает... А. Вместо R у вас возникает R умножить на единица в плюс сумма R' плюс r' Вот это есть h , вот это х Ну и тогда, если это обратное преобразование, мы должны написать, что потенциал зависит только от радиуса Он сферически симметричный Ну и поэтому можно написать, что это равно u деленно на вот эту самую единицу плюс сумма αλλ на y на y Вот такая вот получилась картина Вот это обратное преобразование Вот потенциал получился зависит от другого в результате такого преобразования Ну а дальше, если мы будем считать, что деформация мала, то, естественно, разложить это дело Ну и мы получим, что потенциал вот этот пуш-трих, опять, деформированный, он есть То есть у от этого первого движения плюс минус n, сколько-то изнаменатель Минус r на u под n Ну а здесь, то есть вот эта сумма Полякта мю Альфа лякта мю На дигнет лякта мю От n Значит, вот получился вот рельяльной деформации Рельяльной деформации Так, значит, смотрите Потенциал внутри практически постоянный Поэтому производная внутри ядра будет близко к кунгу А максимальная производная будет на поверхности ядра На поверхности ядра Ну и при этом на поверхности ядра ДУПДР положительно ДУПДР положительно Поэтому видно, что вот этот шлем ДУПДР с R с до знаком минус Будет отрицательный вклад Ну а дальше все зависит от того Какое будет среднее значение от y В проекции это может быть один знак То есть знак на самом деле здесь еще не фиксирован Знак вот этого выражения фиксирован А вот этого не совсем фиксирован Значит, что мы получаем? Мы получаем, что у нас Задача свелась к тому, что у нас Не уклон движется теперь Не в свирическом поле А в поле, которое описывается параметрами Альфаграмдомин Альфаграмдомин Ну и тогда И тогда сначала В частичный гаментониан У нас Если мы все добавим кинетическую энергию То мы получим полный гаментониан И это описывающее движение нуклона Вот в таком виде Значит, h одночастичного Я напишу И в простейшем случае, значит, КПАТЭЛ, КПАТЭЛ, в которой есть Р на ДУ по ДР, ну, это есть некоторые константы, там, типа, какой-то там Р0, а здесь стоит У0 на эту функцию от 5 к минус Р0. Прямо непорядность. Ну, если вы взяли яму вот в таком виде, вот это вот, первая ночь, вот эта ума. Для такой прямоугольной ямы, вот это будет простейший воротень. Сюда, все скидоргитальные эффекты включены сюда, под участичный элементарь, а здесь остаются только вот эти. Но такая деформированный потенциал. Теперь смотрите, значит, если мы написали, что ядро деформировано, у него есть параллель, альфа-ляфа-ляфа, и тогда наша задача становится уже совсем не атактичной. То есть мы должны одновременно учитывать движение муклона в поле, которое меняется во времени. То есть еще сюда мы должны добавить, на самом деле, габритониан жидкокапельной модели, которая описывает зависимость от времени вот этой самой альфа-ляфа-ляфа-ляфа. И тогда у нас получается вот такая, конечно, сложная, сразу же, очень сложная модель. Ну и понятно, что тут надо смотреть, должны ли мы решать такую изначально сложную картину, или у нас есть какой-то параметр, который может разделить эти степени с вами. На самом деле, такой параметр есть. Вот если вы вспомните молекулу двухатомную, то в двухатомной молекуле у вас есть движение электронов вокруг ядра. Это не движение самих ядер. Движение самих ядер – это аналог вот этого самого, в зависимости от альфа-ляфа-ляфа. У молекулы движение ядра сигнал медленное, по сравнению с движением электронов, со скоростями электронов. Поэтому всегда вы можете электронные орбиты рассчитывать, считая, что форма ядра неподвижна. Ну форма молекулы, извините, неподвижна. То есть это то, что называется адиопатическое приближение. В случае адиопатического приближения вы считаете, что форма ядра неподвижна. И тогда вы можете зафиксировать форму ядра, найти орбиты электронные. А затем уже рассматривая движение колебательные ядер и вращательные, считая, что электроны успевают подстроиться. И не возбуждаются от этого. То есть взаимодействием электронных и колебательных вращательных степеней свободы в этом случае можно пренебречь. Ну вот в ядре ситуация, на самом деле, не такая хорошая. Там есть параметр. Если вы помните, параметром является отношение массы электронов к массе ядра в степени 1 на 2. Корень из замка. Это хороший параметр. В ядре ситуация, ну, совсем не такая. Но, тем не менее, качественная картина мы можем получить. Предполагает, что, действительно, электронные движения наклонов в ядре гораздо быстрее, чем скорость изменения деформации. Есть такой параметр. Хотя он, конечно, вовсе не МК. Не более не МК у нас такого нет параметра. Он заметно больше. Но, тем не менее, все-таки до качественного рассмотрения эти приближения можно воспользоваться. Ну и вот дальше мы вот этим займемся. Сейчас, наверное, давайте сделаем перерыв, что ли. И после этого займемся как раз этим вопросом. Построим модель. Так. Значит. Значит. Мы пришли к тому, что мы будем все-таки пользоваться вот этим адиопатическим приближением. Хотя точного количества результатов ожидать хороших не приходится. Значит. Ну. В этом приближении у нас. Значит. Гамбертониан есть сумма дочастичного гамбертониана вот этого. И плюс гамбертониан коллективного движения. Который есть. Мы сейчас должны добавить. Гамбертониан х. Здесь вот этот аж одночастичного. Плюс аж коллективного движения. Который мы берем. В данном случае есть модель жидкой капли. Куда входит талька с точкой. Для амбертониан. И генетическая потенциальная энергия. Она написана этой вами. Ну и дальше мы. Естественно, поскольку здесь стоит сумма. То волновую функцию мы пишем уже в виде произведения. Что Пси есть. Пси зависит от координат. Вот здесь координаты хоть будут Кси. А тут координаты Си от Альфа. Си от Альфа. Все так. Вот Пси зависит от. Значит. Если у нас нет вот этой связи между ними. В нольном приближении. Когда вы рассматриваете вот этот жидкой теорию движения. Вы начинаете со случаев, когда у вас есть сферическая ядра. И колебательный брук. И дальше вы должны учесть влияние вот этого члена. Значит. Если оценить энергию. Энергию. Мы видели, что у нас в модели осциллятора. Расстояние между оболочками. Дельта. Дельта. Эмпсила. Было порядка. Сорок один мев поделить на амстер или не одну треть. Расстояние между оболочками было. Поэтому я пишу так по порядку. Вышли веще веще в сферме или в амстер или не одну треть. Это между оболочками. А там еще расщепились уровни. И у вас есть ширина оболочки. Черина оболочки, там в каждой число уровней тоже порядка в степени 1, 3 каждая оболочка растет. Поэтому расстояние между дельта эпсилоном, между уровнями внутри оболочки, которая вот эта самая дельта эпсилона стоит, то, что определяет частоты буквона, это будет еще в степени 1, 2, 3, 3. Значит, вот если вернуться к картине, которая была у нас здесь нарисована... Так, вот. Значит, что я иду? Вот это расстояние, вот это расстояние между оболочками, это расстояние между оболочками, это как раз эпсилон 1 делить на а в степени 1, 3. Ну и еще, вот здесь вот у вас, видите, число уровней здесь немножко подрастает. Поэтому их число растет тоже как а в степени 1, 3, поэтому среднее расстояние между этими внутри оболочки. Оно уже будет эпсилон 1 делить на а в степени 2, 3. Значит, вот я вот эту величину. Ну и это расстояние, как вы понимаете, оно определяет частоту движения. Поскольку в квазиклассике частота, это есть расстояние между уровнями, соседними, квазиклассическими приближениями. Так, теперь... А что такое? Да, вот так. Теперь, а что это... Это одно. Значит, если по обстоятельствам, то поскольку в квазиклассе в первой порядке 40 км, а а в степени 2, 3, она тоже величина того же порядка, чуть меньше, то получается, что там для тяжелых ядер, вот эта дельта эпсилона, однотиртичная, порядка 1-2 м. 1-2 м. 1-2 м. Так, типичное расстояние между анастичными уровнями. Дальше. А... А вот, если вы помните, частоты колебаний модели жидкой капли, они были в районе 3 м в магических ядрах, в районе 3 м в магических ядрах. А 3 м в это больше, чем здесь. Ну, это означает, что в магических ядрах у вас вот этого приближения артеопатического просто нет. Вот. На самом же деле, если вещь идет о деформированных ядрах, то там ситуация другая. Там, из-за того, что у вас есть вот этот вот член, у вас есть дополнительное расщепление между уровнями, и в магических ядрах вот это расстояние... Не, ну, если вы говорите о сферическом случае, тогда вот это правильная оценка. Ну, если вы вспомните реальную картину частот колебательных, то вы помните, что там есть провалы, которые там отличаются почти в десять раз от вот этих значений от 3 м. То есть там десятка, ну, сотня кэп. Сотня кэп бывает. Несколько сот кэп уровней. Эту картину, я думаю, что мы сейчас ее снова... Надо ее посмотреть, чтобы было понятно. Поэтому, в реальности, конечно, параметр радиопатичности он есть. Он есть. Он есть. Ну, что-то, да. Ну, что-то, да. Ну, что-то, да. Ну, что-то, да. Ну, это не Doc'но, да. В общем, пошло. Так. Ну, вот она. Если мы вернемся к картине. вот вот это вот это первые два плюсов уровня которые являются фактически колебаниями порядка вот видите вот здесь частоты могут заметно меньше и на самом деле они всегда порядка не только близи магических а на самом деле они всегда меньше у тяжелых ядер они вообще заметно меньше там где-то 10 раз в принципе параметр есть хотя не такой как в молекулах но если думать что там как в молекулах там ходила масса электрона и масса ядра то здесь по аналогии можно сказать что тут будет ходить масса электрона и масса ядра масса электрона и масса ядра это значит единицы на на а отношение корень из этого будет и корень единица на корень за параметр но это на самом деле довольно грубо и надо конечно вот эти причины ставить расстояние между уровнями Одночастичными и частоты колебаний, частоты колебаний, ну вот, некоторый запас есть, поэтому качественная картина, она, конечно, произведет, но точного количества на описание здесь достичь не удастся. Так, значит, пойдем дальше. Значит, теперь, ну вот мы взяли волновые функции вот эти, и теперь мы должны, вот считаем, что у нас альфа-константы, и мы должны теперь найти поправку к сферическому уровню. Поправку к сферическому уровню, вот от этого, вот, от этого, от этого гаминтаньяна. Значит, здесь зависит от углов и зависит от эротока, но пси в этом смысле в сферическом мире тоже разделяется. вот это, поэтому, дельта-эпсилл для уровня с данным n и l, дельта-эпсилл м, l, m, Я так напишу, еще G, N, L, G, G не написать, сколько иногда это есть. Это будет, вот здесь мы услышали, получили некоторое k, N, L, от G нет зависимости здесь, а ядная функция от G не зависит практически. Ну и дальше стоит средняя поляна мёна, альпа поляна мёна, и друг средняя от Y, лям до нём, после старения станут M, после старения станут G и пятна. Вот. Так. Вот смотрите, вот какой вид эта величина имеет. Смотрите, какой она вид имеет. Значит, вот это Y, λ, N, среднее, оно описывает вклад частицы в мультипольный момент. Если вы помните, что в мультипольный момент, он был в ряду степени глябда на Y, лям до нём. Прямо там, ну, на каждой частицы. Ну и там вот стоял интеграл, интеграл свод R на 3R. Ну для одной частицы у вас это будет Пси-квадрат, поэтому просто средняя, по состоянию для одной частицы, средняя от R степени глянда на Y глянда. Т.е. вот эта величина пропорциональна Y до U, M одночастичному моменту порядка лямда. Порядка лямда. Ну и понятно, что если тут среднее значение стоит, то мы должны быть равно нулю. Всегда. Поэтому я пишу только лямда, и не пишу ничего от нём. Ну всегда равно нулю. M, λ, дамя. Так, а вот если мы теперь подставим плотность сюда из модели, вот капельной модели, то мы увидим, что вот эта величина, вот эта величина, она описывает мультифольный момент, создаваемый колебанкой. То есть мультифольный момент коллективный, M коллективный, лямда будет пропорциональным альфа-лямда-нолю. Альфа-лямда-нолю. Сколько только и царь. Так что вот это изменение энергии нужно записать как произведение двух мультифольных, мультифольное взаимодействие его называемое. То есть мы можем ее записать как некоторое инструктивное взаимодействие такая. Вот это я напишу корр. Корр. А это одночастично. Но можно написать, что это будет некоторая минус сумма по лямда. Здесь будет некоторая каппа лямда-нолю. Эффективная на вот этот самый м лямда-нолю. М лямда-нолю. М лямда-нолю. На м лямда-нолю. Вот такое выражение. Ну и вот это каппа, эффективная каппа лямда-нолю. Оно будет равно, вот этот самый 4-й, если подставить все выражения. Вот это будет каппа лямда-нолю. Наше следующее. Вот здесь. И поделить на 3а на среднее от р-степени лямда. И на р-нолю степени лямда. Р-нолю степени лямда вышла вот отсюда. Чтобы получить альфа. Р-степени лямда, она внесла вот отсюда. Вышла тоже. Здесь стоит р-степени лямда. Ну и вот. А, кстати, тоже отсюда идет. Вот это такое эффективное взаимодействие. Ну вот. Значит, в первом порядке у нас μ должно быть равно 0. Поэтому, поэтому, значит, если продолжать дальше вот это вычисление, вот это вычисление, если он будет продолжать, то мы должны получить следующее. мы должны получить, что дескат лямда ε n превратить уже n равно минус k в патроне l наше. Так. Здесь стоит естественно сумма, только полянка остается. лямбда 0, у это полиномная жанра с коэффициентом 2 лямбда плюс 1 поделить 4 и только степень 1 вторая. Здесь стоит средняя от полиномной жанра степень лямбда по состоянию данного g и на а полянка 0 на а полянка 0 ну вот теперь давайте поконкретизируем. Первая деформация, которая имеет смысл это квадропольная деформация. Поэтому давайте мы оставим здесь просто квадропольный член и сосчитаем вот эти средние вот эти средние. да, значит смотрите значит для для квадропольной деформации так, что-то надо стереть вот здесь давайте дальше будем говорить о квадропольной деформации для квадропольной деформации значит у нас стоит средняя от P2 P2 это 3 космус квадрат дета минус единица с коэффициентом там 1 вторая по-моему и это есть величина пропорциональная QZZ QZZ ну поэтому давайте мы здесь вот введем этот коэффициент который оказывается разница следующая выразим через QZZ где это епсилон nRGN равно минус Капа nL остается тут вместо корня вот что будет 5 поделить на 16 Q здесь средняя под GN от QZZ GN и знаменативно написать движение 1 здесь альфа 2 0 альфа 2 0 вот это для квадрофольной деформации альфа 2 0 теперь это средняя мы уже вычисляли по модели зависимость от нее у нас пропорционально вот это вот это средняя QZZ она пропорционально будет в величине 3 L квадрат минус G на G плюс 1 минус 3 квадрат минус G на G плюс 1 я напомню что QIKA это было A на G G плюс GK с G минус 9 третьих D квадрат на G плюс 1 G на G плюс 1 Ну вот, если zz компонент взять, то здесь будет 2gz квадрат минус 2 третих, g2g плюс 1. 2 третих выносим, здесь двойка. gz квадрат это m квадрат, 2 третих выносим, получаем вот это же 3m квадрат минус g на g плюс единица. m квадрат плюс g на g плюс единица. Ну и окончательно будем написать, что у нас это выражение, дета епсилон nl и l, оно пропорционально минус k nl, ну я не буду здесь писать дальше коэффициент, а здесь я напишу 3m квадрат минус g на g плюс единица и здесь, ну еще немного оставим, и здесь архе 2 ноль. архе 2 ноль. Так. И что мы видим? Ну мы видим величина величина каппа у вас положительна у нас. Мы r, d, u, p, d, r это величина положительная. Написали. Поэтому видно, что смотрите, что получается. Видно, что тут есть уровни, для которых для депсилон будет отрицательный, если вот это выражение положительное. А для некоторых оно будет положительное, если вот это, если вот эта величина отрицательная. Ну, на самом деле, еще тут есть знак альфа 2 ноль, который может быть как положительный, так и отрицательный. Поэтому если альфа 2 ноль отрицательный, то выгодно заполнять одни уровни, если одни проекции заполнять. Если альфа 2 ноль положительный, то другие проекции. То есть видно, что если m близко к нулю, близко к нулю, минимальное, то это выражение отрицательное, и это положительное. Значит, альфа 2 ноль, чтобы было выгодно, должно быть отрицательным. Но на самом деле мы, конечно, должны теперь добавить сюда потенциальную энергию колебаний. Потенциальную энергию колебаний. Ну, в любом случае, мы видим, что у нас вот эта величина дельта-эпсал пропорциональна некоторой константе, некоторой константе, которая зависит от того, как бы посадили частицы сюда. Константу буквой гета обозначили и умножить на альфа 2 ноль. Надо попробовать. Ну, тогда видно, что полная потенциальная энергия колебаний она стала следующей. У вас было у актеров было равно альфа 2 ноль по модулю квадрате умножить на на цель цель 2 по пола была такая вот потенциальная энергия. Теперь мы всегда должны добавить еще вот эту плюс керетат на альфа 2 ноль на альфа 2 ноль. Ну альфа 2 ноль, оно действительно, поэтому здесь модуль можно убрать. Ну и теперь видно, что у нас что получилось? У нас получилось, что минимум в теканине нуле потенциальной энергии. Минимум в теканине нуле у нас появился линейный член, линейный сдвиг. В результате того, что мы уклоны бегали, это выражение усредняется, при фиксированном альфа, у вас получилось, что потенциальная энергия будет иметь минимум смещенный от нуля. То есть, конечно, есть альфа равный нулю, но всегда у вас будет минимум, которое определяется условием такой, что альфа 2 ноль средняя будет равно минус это делить на цель 2. Минус это делить на цель 2. Минус это делить на цель 2. Ну, вот видите, что получается? Получается, что чем мягче ядро, чем меньше цель 2, тем больше будет вот этот сдвиг. То есть у вас получилась статическая деформация. Здесь уже в зависимости от средней, от времени нет. Это среднее значение вот этого паралетра деформации альфа 2 ноль. То есть появилась статическая деформация, у которой пропорциональна вот в величине это и обратно пропорциональна жесткости ядра. Жесткости ядра подношением к деформации. Но вот это и есть количество, ну, как сказать, количество, что ли, выражение вот того утверждения, что у вас движение на уклонов в результате давления на стенке приводит к появлению деформации. Приводит к появлению деформации. То есть вот это вот количество, что ли, я не знаю, построение, вот эта модель говорит, показывает, каким образом у вас возникает деформация в гитре. Что вот взаимодействие с колебаниями поверхности приводит к тому, что у вас возникает статическая деформация. Но тут наша модель, конечно, очень грубая. В чем грубость этой модели видна? Ну, грубость модели на следующий факт. Смотрите. Во-первых, получается, что у вас всегда появляется статическая деформация. То есть было магическое ядро сферическое. Добавили один углон, у вас уже появится уже деформация. Посадили его там, куда-то нужное, на нужную альбиту с нужным мем. Ну, его посадили так, чтобы было выгодно. Будет, на самом деле, всегда появляться деформация даже у ядра, у которого один углон над хором, над магическим хором. На самом деле, ситуация совсем не такая. На самом деле, у вас деформация реально появляется только тогда, когда вот в оболочке близополнил появляется несколько нуклов. Несколько нуклов. И тогда переход бывает довольно резкий. Довольно резкий. Что вот, если есть ядро в области земельных элементов, у которых, если вы посмотрите два соседних гризотопа, которые отличаются на два нейтрона, то одно ядро, оно практически сферическое, а другое ядро сразу хорошо деформировано. То есть, два нуклона добавленные, два нейтрона добавленные, у вас резко меняют величину деформации. Так, второе. Все-таки, смотрите, у вас это среднее значение. Когда это среднее значение имеет смысл? Ну, очевидно, что это среднее значение имеет смысл тогда, когда у вас его величина больше, чем амплитуда колебаний. Когда можно говорить о статической деформации. Амплитуда колебаний поверхности. Если у вас эта величина будет мала по сравнению с амплитудой колебаний поверхности, то как-то говорить о том, что вот есть статическая деформация и у них приходится. Ну и кроме того, на самом деле мы предполагали, что деформация мала и пользуемся теорией возмущения. Но если деформация появляется большая, то тогда просто теория возмущения неприменима. И задачу надо решать более точно. Но поскольку действительно деформация большая бывает, то есть вопрос, то эта проблема всегда есть. И поэтому на следующей лекции, которая у нас будет уже только в декабре, мы как раз вернемся к вопросу о том, как можно описывать, как можно работать в случае, деформация ядра большая и такая простая модель, такое простое восстановление, оно не применено. Ну вот я думаю, что на этом мы, наверное, сегодня закончим, потому что дальше уже идут действительно длинные вычисления, которые сейчас не имеет смысла начинать, поскольку они все равно за месяц вылетают из памяти полностью. Поэтому давайте мы сегодня закончим на этом. итак, я возвращаюсь в 30-го, это означает, что там где-то в начале декабря четверг, пятница, четверг, пятница, четверг, пятница у нас будет еще 6 лекций. Ну вот, тогда на этом мы сегодня закончим.